Привет всем! Евгений Фуко. Сегодня, обсуждая тему сайдчейна на форуме aeclub.net, потихонечку было написано маленькое выражение, которое помогает уменьшить громкость музыки во время того, как говорит диктор. И под это выражение я создал небольшой презент, который, возможно, кому-нибудь когда-нибудь да поможет. Вот как это все выглядит. Открываем демо проект, в котором у нас есть небольшая запись диктора, скаченная из интернета, с примеров голосов, и есть какая-то музыка на фоне. Чтобы музыка немножко становилась тише, пока диктор говорит, нужно для начала выключить музыку, нажать правой кнопкой на наш голос, keyframe assistant, convert audio to keyframes и применить к нему ducking helper. Ducking это синоним слова sidechain, по большому счету, только какой-нибудь, наверное, с оттенком ретро. Кидаем его на наш аудио амплитюд и получаем background volume. Собственно, это volume, громкость, которая будет говорить наша музыка, с которой будет играть наша музыка. Чтобы это произошло, нужно кинуть на дорожку с музыкой эффект, который называется стерео... нет, не стерео... Audio-stereo mixer, да, stereo mixer, наверное, опечатался. Нажать вместе с кнопкой alt на right channel, right level, потом на left level. И с помощью выражений блокируем это здесь, с помощью пик-вип или pivot, или как его там, привязать left level к нашей background volume и right level. Собственно, туда же. И, собственно, все. Теперь мы можем видеть, как циферками немножко падает громкость к тому моменту, как начинает говорить диктор. Когда он заканчивает, музыка повышается до 100%, потом опять понижается до 50%. Собственно, все эти параметры, они здесь же и настраиваются. Right channel и left channel можно удалить, оставить только boss channels. Они нам только и нужны. Background phone тоже можно пока скрыть. И, собственно, вот здесь вот можно посмотреть и понемножку поковырять в сторону речи нашего диктора. Настройки вот оставлены здесь, как мне нравится, по умолчанию можно изменить количество кадров. Это, собственно, количество кадров, на которые смотрит скрипт, перед тем, как их смазывать. То есть, если мы поставим здесь 5, то получим, возможно, слишком резкую картинку. Если поставим здесь 150, то получим, наверное, слишком мягкую картинку всего нашего смазывания. Ну, собственно, все зависит от того, что именно вам нужно в данный момент. Поставим пока на 20 и перейдем к следующему пункту. Это input min. Это, собственно, минимальная громкость, при которой начинается срабатывание плагина. То есть, если мы поставим это на 0, то, возможно, увидим больше какой-то вот структуры здесь. Если поставим это на 25, то опять будет все заламбываться больше в сторону квадратов. Вернем это на 10 или сколько там было. И здесь видим небольшую неровность. Ее можно уменьшить, наверное, input max. Поставить на 20. Нет, стало еще хуже. Ну, не важно. В принципе, этого хватит для большинства такой автоматизированной работы. Output min. Это громкость, которая будет во время того, как говорит диктор. Допустим, поставим ее 70, видим просто сжимание нашего графика. Или поставим ее 30 и видим, как все растянется. И Output max. Выше ставить не стоит поднимать, потому что это будет запирать запирание музыки. Если, конечно, она изначально не тихая. Вот. Ну, собственно, можем послушать, как это звучит. Необычные при... Перед тем, как послушать, нужно включить нашу музыку. Необычные притягивает взгляд. Изящные завораживают. И только для вас. Перелистывая последние страницы в календаре. Необычные... Ну, собственно, все. Все работает. Презет я выложу на Dropbox. Вы все его можете скачать. Надеюсь, было полезно. Удачи! Продолжение следует...